Первый женский еврейский конгресс провел церемонию Афрашат Хала, приуроченную к Пуриму. В мероприятии приняли участие около 600 представительниц прекрасного пола. Лена Музык расскажет подробнее. Когда еврейский народ пришел на землю Израиля, он должен был сделать пожертвование для коинов, отдать им первую и лучшую порцию теста. Церемония Афрашат Хала способствует выздоровлению, материальному доходу, устройству в личной жизни, миру в доме и многому другому. В Пурим еврейские женщины собрались для выполнения заповеди, который обеспечивает семьи физической и духовной пищей. Это святая часть нашего мероприятия. Это замешивание чьи теста Афрашат Хала, молитвы, и, естественно, после это отделение Халы. Сегодня, как обычно, у нас будет прекрасная праздничная концертная программа для наших невероятных женщин. Сегодня нас собралось в 550, и в этом прекрасном зале практически не осталось мест. Все наши праздники благотворительны. И это наша одна из основных миссий, помимо той, что самая наша главная миссия – это объединение женщин. Вечер открыли раввин общины Сколково, Дэвид Борода с супругой Хаи, которые рассказали о миссии еврейской женщины. И пусть Господь услышит наши молитвы сейчас, в это особенное время Халы, в зале прекрасных женщин. А я уверена, что наши коллективные молитвы поднимутся и будут приняты. Аминь. Я очень хочу показать этими Халами, что мы должны заботиться о поколении. Понятно, что мы женщины, мы поднимаем молитвы, мы молимся за семью, мы ответственны за этот мир. Но очень важно, чтобы мы начали думать о нашем поколении. Поэтому для нас было важно сегодня, что мамы идут делать Хала с дочками. За четыре года существования первого женского еврейского конгресса объединилось множество женщин. 2024 год для конгресса – год поколения. В этот раз овражат Хала посвятились семье и заботе о своем поколении, о морали и духовности. Моя мама – это мой наставник. И с самого детства она, наверное, для меня была не просто примером, а вот как сейчас говорят, айдолом. Но я никогда не фанатела от певцов или актеров, но всегда фанатела от своей мамы. Причем от ее внутренней составляющей до ее внешности. Поэтому, наверное, каждое замечание моей мамы или какой-либо совет для меня очень ценен. Для меня это очень трепетная история, когда дочки присоединяются к своим мамам, и они делают что-то совместное. Вспомните наше детство, когда мамы на кухне пекли пирожки, и мы, дети, подбегали, пробовали начинку, пытались там попробовать кусочек сырого теста. Вот сегодня примерно про это – про объединение, про ценности, про семью, про духовность. Это когда старшее поколение показывает младшим, своим потомкам, как можно это делать, мир лучше. Гости вечера замесили тесто, помолились о самом сокровенном, зажгли свечи и выполнили заповедь отделения халы. На празднике можно было видеть целые поколения одной семьи – бабушки, мамы и дочки. Важно передавать ценности из поколения в поколение, соблюдать еврейскую традицию, печь халы, делать афрашат хала – одно из важнейших заповедей, присущих нашему женскому народу. Поэтому для нас сегодня это уникальный вечер. Мы благодарны каждой из 600 пришедших сегодня женщин на наше мероприятие. И, конечно, мы очень переживаем, у меня такое волнение. Вела вечер Валентина Тимощук. Своим творчеством гостей порадовала певица Алиса Мон, певец Артур Григоря, Наталья Андреева, цыганская группа «Есения». Женщины благодарили организаторов за прекрасный духовный вечер, за возможность вместе с дочерями приобщиться к заповеди отделения халы. Сейчас праздник Пурин. Мне очень нравятся такие события, которые организовывает наш первый женский конгресс. Это очень важно для того, чтобы все люди, вообще женщины, вообще выходили в свет и показывали, виделись друг друга, знали, что есть праздники такие у еврейского народа. И наши дети тоже. Первый женский еврейский конгресс – это открытая организация, которая ставит своей целью объединение женщин из разных стран мира для популяризации духовных и нравственных ценностей. Главная миссия конгресса – созидательная деятельность, благотворительность, образование и личностный рост. Он создает эффективную систему женской взаимопомощи и сотрудничества для решения масштабных задач и локальных вызовов. Я это вижу в первую очередь как возможность показать людям немного иную сторону еврейства. Как бы не только супер-эротодоксальную, такую супер-соблюдающую, а то, что есть еще лайт-версия для тех, кто, например, ну для разных уровней соблюдения, потому что все-таки это зависит всегда от какой-то духовной подготовки, наверное. Вот. И для меня это все-таки как возможность показать людям как раз-таки то, что есть еще какая-то иная сторона, что все не так, как вы представляете, что вот как оно выглядит на самом деле, вот как оно может быть. Женщина – это основа основ, это все-таки семейный очаг, и мы женщины несем в мир добро, тепло, уют, и от нашего посыла женского зависит весь настрой общества. Благотворительность – главный аспект деятельности Конгресса. Конгресс реализует множество проектов поддержки малообеспеченным людям на постоянной основе, а также оказывает разовую помощь в случае экстренной необходимости. Подопечные Конгресса – женщины и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Одинокие пенсионеры, многодетные семьи и люди, нуждающиеся в дорогостоящем медицинском лечении. Также организация оказывает помощь детским домам и образовательным учреждениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова